ребят всем привет короче заправляем машину и едем один день в берлин то есть одну ночь два дня будет находиться там так ребят приехали припарковали машину и заметил я в больших городах что вот парковка где эта парковка отеля по моему продлежит если я не ошибаюсь но видите вон там а где парковка сразу моют машину пылесосит вам и ну если вы хотите такой сервис типа да ну конечно доплачиваете у нас такого я еще не видел я у нас видал в ганновере что есть они там по моему колеса либо на подкачивать или что-то есть такая тема а что они вон машину моют сейчас я пройду там еще сниму не видал я еще такого так что такие дела мы сейчас идем заселяться номер вот видите ребят вот тут а пылесосить можно и плюс вон там тачку мыть даже можно настя нам туда так что такие дела видали же неплохо так идем в отель ребят тут надо нельзя снимать это германия насчет этого опасно я вам так покажу чуть-чуть и 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 нормально. Телефон, если тебе плохо будет, обязательно позвонишь. Если честно сказать, мини-отель, похренный отель, я хочу просто полазить по Берлину чуть-чуть, чтобы далеко не падать. На улице погодка классная, машину припарковали, так что сейчас чуть-чуть в туалет еще садить и можно валить отсюда. Так что давайте, ребятушки, не переключайтесь. Так, ребят, короче, вышли. Единственное, что ненавижу, бегать по магазинам и смотреть какие-то вещи. Охота погулять по центру, а не лазить по магазинам. Ну, что поделаешь, первое, по магазинам полазить. Что, кушать идем? Я знаю, если вон там дальше пройти, вон там, а, где там церковь, и вон до церкви справа, там всякие эти есть, забегаловки. Да, где-то здесь. Вот тут, ребята, 19 декабря 2016 году, когда был этот, ярмарка. Ярмарка эта была зимняя. Ну, как всегда, она в Германии. И сюда вот въехал этот на фуре и убил 11 человек. Ну и плюс водителя, он был 12. Вот здесь я был, ходил, прям заходил, прям когда-то было. А сейчас тут все закрыто, я не знаю. Может они, типа, ну из-за этого, наверное, может что-то строят здесь. Памятник, может, какой-то будут ставить или еще что-то. Но вот здесь, по-моему, вот здесь это случилось. Сюда больше не зайдешь. А вон, кстати, тоже церковь. Вон она. Да, нет, так он не называется. Он тоже этот церковь. Короче, фиг его знает, как это... Фиг его знает, как эта хрень называется, но... Бикини Берлин называется. Да? Бикини Берлин. Делать там не хрень, короче. Мне тем более, и вам, девкам, тоже там нечего делать там. Одна херня. Так. Что хотел сказать? Ребят, знаете, что ненавижу? Ненавижу вот в немецких отелях, да, что у вас... А вот они делают, да, вот эти Wi-Fi, да? Либо он плохо идет, либо там надо всегда задавать что-то. Короче, я до сих пор считаю, что в Германии самый плохой интернет. Это бесит просто, просто бесит. Каждый раз приходишь, надо что-то задать опять. Нигде такого нету, я не знаю, в самых бедных странах нет такого. А тут-то проблема с этими интернетами всегда. Так что вот, просто бесило сейчас решил рассказать это. Настя! А? А ты что там делала? Нет, что ты делала там в туалете? Как что я делала? Так громко было. Астыть сюда. Нет, что ты делала там? Ладно, ребят, да, они теплые. Эти, штаканчики теплые, сейчас чайка сделаем. А где шон дынк? Райен махам. Ну там... Кого? А что я делаю? Это в холодильник надо поставить? Нет, я не могу. Ребят, сырок, колбаска, это не мне. Пару оливков, это у нас стандарт, стандартно мы питаемся вот так. Это как вот, чуть-чуть миска. Ну и все. Что-то мало, что-то мало кажется. Не нуждимся даже. Давай на стол сюда сразу все ставь. И все. Просто неохота это. Всегда есть что-то такое, как гамбургеры. Копченый. Копченый сырок. Хотя я этот копченый даже ем ночью. Да? Да. Как так? Она антикзотная. Как так может? Как ты его можешь есть? Ммм, вот это. Так, ты чай не пьешь или ты не будешь свое вино? Чай. Люблю сыр. Вам тоже приятного аппетита, кто сейчас кушает. Всем доброе утро. Что идем в Берлин покорять чуть-чуть? Ребят, короче поели почти что. Сейчас доедаем, кофейка допиваем и будем выходить отсюда. Мне сейчас написал один подписчик. Зовут его Шама Гзайл. Вот он мне пишет. Почему так мало подписчиков? Канал вроде неплохой. Ребят, я вот тоже себе вопросом задаю всегда. Почему так мало подписчиков, когда себе стараюсь, делаю видео, а подписчиков нету? Я думаю, потому что люди не рекомендуют. Так что давайте, ребят, рекомендуйте видео своими друзьями, делитесь, чтобы было, чтобы набиралось подписчиков. Настя, он спросил специально принести тебе или нет. Он спросил. Настя своровала просто у человека, тут на столе было вилку с ложиком. Так что, ребят, давайте, рекомендуйте видео, будет больше подписчиков. А тебе Шама Гзайл. Спасибо за такой вопрос. Один день, одна ночь. А бардака тут нереально, какой бардак мы оставляем всегда. Вот, ребят, видите, так это выглядит. И мойку сразу восстановили. Люди приезжают. Машинку помыли. Уехали. Ребят, кто из Берлина? Что это за здание здоровое, вот это вот, пустое полностью стоит, разрушенное? Находится недалеко вот вон этот, Алекса. Магазинчики, где всякие разные. А вон там сзади, а там сзади живут. А там как не штрафцы, когда хэнглит. Это флатат. Да. А он не заметил, вон у него, да, на окне. Не видно, наверное. А штрафовали он. А, или он смотрит все время на них, думает, когда он отлетит. Дома похожи, как в России. Такое ощущение, да? Вот эти особенные. Вот, ребят, это Истсайд Галери называется. Истинен cannabis. Ну, что он? tengo. Кто там садится? Там Брежнев. Что, вылазить не будем? Сами видали, проехали чуть-чуть, где эта стена, делать что там, нечего, по идее нельзя это снимать, но там вон авария, куда он вписался, а человека сбили что-ли, да я не буду смотреть туда, это авария, да он врезался в столб, наверное, в него, я не думаю, что из человека вот так, вы видите, Настя, Че, Настя? Да хватит так это, как будто там люди проходят, никто ничего не это, а ты видишь, что-то как будто там, как будто у него ноги оторвало. Он там кашляет, он на полу сидит, не может вставать. Я, короче, не буду туда смотреть, никому показывать не хочу, ничего такое. Вот это вот, это Кройцберг. Это Кройцберг? Да. Смотри, как в Нью-Йорке, Брайтон Бич, видишь, эти рельсы тоже сверху, по оси, слышно. Смотри, справа, как выглядит. Видишь, там кто-то живет на улице, по-моему. Капец. Вот эти остановки от этих трамваев напоминают мне Нью-Йорк, тоже такие же, грязно все. И под мостами всегда здесь эти вон, видите, ну живут люди вон, смотрите. О, велик пристегнул. Вот, ребят, вот это вот, ну это построили для этого, это для всех погибших евреев в Европе, они вот это вот, такое построили. Остановились, ребят, зашли сюда, купили пару продуктов и шашлычка себе заказали. Лука, джика. Да, можно обоих. Так, ребят, находимся мы в Листенберг, называется этот район. Я хотел съездить, ну где русский район. Тута более русский район, в Мацан, не знаю, тоже есть русский район. И, по-моему, в Шалотенбург. Ну, остановились просто тута, шашлычка попробуем и поем дальше. Сейчас попробуем. Аджика, вкусняшка. Очень вкусно. Лучше, чем всякие бюргеры, дейнеры и все остальное. Сейчас заплатим. А, кстати, да, на заплатите даже не заплатил. Вот так вот, ребят, приезжайте всегда в русский район и кучайте шашлычок. Так, ребят, ну что, перекусили. Как сказать, очень вкусно было. Сейчас еще хлебану вот такого, как его, тархун, неполезный. Так, ребят. Короче, это Мацан, как говорят, самый, ну такой неблагополучный район. Но я тут ничего не вижу. Все нормально, да? Никаких этих тут, ничего не обрисовано толком. Нормальные дома. 23% тут, короче, безработные. 48 500 людей здесь без работы. Я же говорю, где живут русские. Где русские живут, там и будут находиться, конечно, русские магазины. Значит, их достаточно тут живут. Азия. Магазин русский. Бистро. Магазинчик. Так что так, как-то так, ребята. Съездили, посмотрели Берлин, поездили по районам. Где мне интересно было побывать. Все. Теперь я только домой. Путь будем держать. Так что... А, что еще хотел сказать. Ребята, не забывайте комментировать, ставить лайки, подписываться на канал. Блин, грязно что ли было. Так что давайте, ребятушки, как-то так. Прощаемся с Берлином. Едем домой. Так что... А сейчас...